Бабруйские скауты завершили сезон. Летом они проводили несколько дней в палатковом скаутском лагере. Учились о выживании в дикой природе и поводинном в экстремальных умовах. Подробности в наступном сюжете. В нашем регионе скауты поколеют только в Бабруйску. Рыхтуют их в детячо-юнацком центре туризма и края знавства. Есть такой у скаутов свод законов, там 10 пунктов. Один из них гласит, что скаут никогда не унывает и улыбается при любых трудностях. Скаутов не турбуют в дробязи. На кшталт дожжу альбо отсутности интернету. Саша у скаутов уже годов 7. Бучить новобранцам спортивному ориентованню, что день они пробегают по 3-5 километров. Главное правило для ориентирования на местности. Правильно надо сориентировать карту. Расположить, чтобы она стояла к северу. Если стоит карта к северу, тогда мы можем начинать движение. А бутак сушат для вогнища. Тут и песни спевают. У скаутов проходят дети с 9 годов. Тут я научиться ставить палатки, оказывать першу допомогу. Розными способами распаливать вогнища, готовить ежу, переодоливать пирожки и навод будовать без твяков. На все потребные силы. Тому обедают за 5-3. Мы готовим получается 6 раз в день. А меню расскажи? Каши, супы, макароны, чай. Вадим Ерманок был у скаутским лагеря у Швейцарии и Эстонии. Нашивки на его форме гэта у знагороды за вытрымком. Вот эта вот нашивка, она называется «Три пера». Она выдается, это испытание, выдается каждое перо. Одно перо – это когда сутки ничего не ешь, второе перо – сутки молчишь. Третье перо – это ночуешь в лесу без палатки, без ничего. Просто ночуешь в лесу с открытым неном. Что тебе далось сложнее всего? Молчать. Молчать? Ну, я четыре раза или пять пересдавал. Напереди у бобруйских скаутов, но в учебный сезон у центра краезнауства. У памяти застанется атмосфера великой семьи, где навод у леса тихо, а под дожжом тепло. Ждем всех скауты! Олеся Рыбалка, Надей Мяшкевич, Миколай Соболев, Новин Рыгин.